Доброго времени суток, мои уважаемые подписчики и зрители канала. Сегодня у нас 8 октября. Друзья, я внуш на огороде и, конечно же, начинаю его опять убирать. Огород у меня большой, поэтому мне приходится очень много времени тратить на свои, так сказать, работы. Но, друзья, если вам интересно, я хочу вам показать, что я сегодня сделала и что я еще сделала. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной на канале. Приятного вам просмотра. Мы стоим на огороде, где у меня росли пепина, вот здесь, и перцы. Друзья, вот у меня возникла такая идея. Очень много у меня собралось, так сказать, мусора. Ну, как ветки, всевозможные трава и так далее, и так далее. Земля у меня на огороде очень тяжелая, и картошка, например, совсем не растет. Да, и овощи тоже терпят, так сказать, много бедствий из-за того, что земля очень тяжелая, корням очень тяжело дышать. И что же я решила, друзья? Я решила вот на этом месте сделать теплые грядки. Каким образом? Ну, вы меня не поймите правильно, что такое теплые грядки. Многие понимают это по-разному. Я же хочу сказать, я вот сейчас уберу вот эти железки пока, вот, и выкопаю канавы. Ну, сначала одну выкопаю канаву, и заложу ее теми самими ветками, травой, ну, и так далее. Потом засыплю землей. Весной на этом месте посажу то ли картофель, который у меня есть из семян, то ли, ну, в общем, думаю, здесь, вот на этом месте я посажу картофель. Хочу попробовать, друзья. Вот просто сделать такие грядки. Я уберу сейчас. Вот начну с первой, с высокой. Ну, это вот первое, что я хотела вам сказать. Что дальше, друзья? А дальше, друзья, я хочу вам показать, что я еще сделала сегодня. Ну, прежде чем я убрала пепи на все эти растения, я, друзья, вот отсюда, где у меня лежали, как вы видели, куча всяких веток и всего прочего, я уже показывала. И я решила ничего это не жечь. Только вот такие крупные ветки, которые, ну, конечно, уже куда их положить, только их сжечь. А это все, друзья, я вот в этом месте своего участка, где ничего не растет, кроме деревьев, потому что здесь очень сильная тень, как видите, от соседских деревьев и от моих, естественно. Я решила сделать компостную кучу. Посмотрите уже, сколько я снесла сюда всего. Тут у меня и томатная ботва, и перцы ботва, ну, в общем, и ветки персиков, которые я обрезала, я вам показывала. Вот, посмотрите, друзья, как хорошо стало, правда? Ну, законно, ну, просто мне очень нравится. Вот я думаю, что вот я продолжу делать компостную кучу. Уж какая она у меня получится, не знаю. Может быть, придется даже немножко продолжить ее туда дальше, вот, чтобы она, ну, все-таки уместилась все. За зиму все это осядет, половина перегниет, половина что-то останется. Ну, вот будет замечательный компост. Ну, что, друзья, я свою работу на огороде продолжу. Вот, сейчас я выкопаю канавы вот в этом месте. Ну, я не знаю, убирать, может быть, я не буду железки, пусть они лежат. Вот там придется, конечно, там сильно низко получилось у меня, приподниму выше, потому что я буду скидывать землю, они мне будут мешать. Вот отсюда в первую очередь начну и буду продолжать дальше. Я вам потом все покажу. Итак, друзья, посмотрите, я выкопала канаву на всю ширину, на штык лопаты. Ну, я думаю, этого будет достаточно. Почему? Потому что сверху будет ложиться земля, потом это все оно осядет и будет как бы приподнятая грядка. Если что, я приподниму тогда железки эти. Ну, вот сейчас я принесу сюда все отходы и покажу вам. Друзья, первый слой я уже положила. Внизу у меня сухие ветки с травой вместе. Сверху вот я с капусты срываю листья. Они уже не нужны, такие, которые рядом с качанчиками растут, листья. Вот, и сюда. Теперь я засыплю землей. Ну, где-то, может быть, сантиметров 10. И положу следующий слой. Да, друзья, надо сказать, тяжелая эта работа. Вот я засыпала первый слой. Сейчас я принесу второй слой. Я думаю, я буду делать два слоя и достаточно будет. Второй слой принесу. И точно так же засыплю. Сначала сухие принесу. Я поливаю, друзья, обязательно водичкой поливаю, потому что сухие ветки. Надо, чтобы они хоть немножко были влажные. Для червяков нужно влажное место. Вот сейчас принесу, заложу, покажу вам. И снова засыплю землей. Друзья, второй слой я опять наложила. Опять внизу сухие ветки. Хорошо утоптала, пролила. Сверху положила капустные листья. Вот, посмотрите, как капусточка заведнелась у меня сразу. Так, сейчас насыплю земли. Вот, и начну следующую грядку. Так, друзья, посмотрите, какая грядочка у меня получилась. Пока я ее тут засыпала землей, вот образовалась еще яма. Ну, маловато. Сейчас я ее подровняю и начну улаживать. А отсюда, с этого края, начну засыпать. И так дальше. И так, как и у меня там есть куча веток, и все, все сюда уйдет. И у меня получится, так сказать, двухслойный пирог из земли и травы. За зиму это все осядет, конечно же. И весной я посажу здесь либо картофель, ну, будет видно. Думаю, картофель все-таки посажу вот здесь. Ну, и посмотрим, что из этого, друзья, получится. Я уже делала такие грядки, надо сказать. Здесь вот они у меня были. Но я делала одну глупость. Я их делала высокими. То есть я не копала канавы, а поставила ограждение. И сверху земли стала налаживать этот пирог. Да, первые три года было очень хорошо, надо сказать. Пока гнили все эти, потом все это дело уплотнилось и стало плохо. Так что, друзья, вот таким образом, я думаю, буду я делать. Ну, вот сейчас начну... Ну, я еще хочу сказать, что я сейчас посею здесь горчицу с фацелией. Смешаю фацелию, горчицу и посею. И пускай растут сразу же. Друзья, сейчас небольшой перекур. Вот как хорошо полакомится виноградиком Лидия. Я уже говорила, что мы его вообще не рвем просто так. Оставляем на осень. И вот когда мы работаем... Ну, а работаем мы кто? Ну, я одна работаю в саду. Ну, у мужчины тоже хоть лакомится. Вот, как видите, висит виноград Лидия. Он сейчас самый вкусный. Посмотрите, замечательный. Вот остался на огороде. И я вот сейчас... У меня небольшой перекурчик. И я, конечно же, сейчас съем кисточку винограда. Друзья, ну, сегодня у нас уже 9 октября. Я вчера уже поздно очень заканчивала эту грядку. И вы знаете, пришла домой и вдруг поняла, что сделала одну глубочайшую ошибку. Ну, вот как всегда же голова работает задним ходом. Хочу сказать, что начинала я неправильно. Надо было снизу начинать делать грядку. Тогда бы был ровный участок. А так я сверху начала и закончила низом. Поэтому опять у меня получился скос. Ну, ладно, что же теперь за это говорить. В следующий раз надо думать головой. Друзья, вот на этом я свое видео, наверное, закончу. За выполнение грядки. Вот. Всего вам доброго. Всего вам доброго. До свидания.